Моё выступление немного практичного характера, но тем не менее своё выступление попытается осветить некоторые такие, возможно, для нас болезненные, ключевые точки роста, с которыми мы столкнулись в процессе реализации своих задач, где-то и научных исследований в архиве президента. Уже второй год присутствия на таком мероприятии, вот даже тема конференции, она озвучена как документ информационного общества. Мы действительно говорим о том, что сам феномен документа уже не сматывается. Когда мы говорим о документе, то когда документ превращается в источник, и есть ли обратная цепочка превращения источника документа. Документ это всё-таки, на мой взгляд, некая, давайте ваше сказать, неспользуемая субстанция, которая работает в нормативном правом поле, выполняет какие-то функции, а на момент передачи в архив он теряет эти функции, перестает где-то, может быть, выполнять свою нормотворческую задачу, и в этот момент происходит ли превращение документа в источник, или же не происходит. И что, собственно, говорить, мы подражаем под понятием источник, под понятием документов, ну и в частности, раз мы говорим об информатизации, информационном пространстве, возникают какие-то новые понятия, дефиниции, понятия электронные источники, электронные документы и т.д. Уважаемые коллеги, я бы хотел поделиться, немного рассказать об архиве, потом сказать, что мы проделали и чему каким-то выводом пришли в процессе этой работы. Сам архив президента, он образован на базе партнерного архива в 1994 году, если для России, например, это госпиталь и отдельный архив президента, то у нас это произошло соединение. Мы и государственный архив, и в то же время находимся в месте администрации президента. И, соответственно, это на работе архива накладывает открытые отпечатки и тем требованиям, которые и сам архив выполняет, в том числе и по нормативно-методическому обеспечению в своей работе. Можно следующий слайд? Есть определенный срок хранения, скажем, и было поставлено на том, чтобы там можно в ближайшие и краткие сроки перевести все документальное наследие, которое относится к 20 веку, к политическому наследию в электронный формат. И в процессе этой работы были созданы самые разные базы данных, в том числе, в крайне упоминавшиеся выше первой части Пенаркута типовые решения архивных фонд, а также другие локальные базы, которые мы пытались создать и выдвигать работу архивов. Но, тем не менее, в процессе этой работы мы столкнулись с рядом таких, скажем, практических проблем. Это самое основное, потому что эти базы часто друг друга не видели, не понимали. Это были созданы на разных платформах. Наши поставщики предлагают самые различные решения и вопрос миграции данных из одной базы данных в другую, чтобы не было тублированной информацией базы данных. Для работы архивов везде это стало очень остро. Вот если вы обратите внимание на съемку, здесь вот когда-то самый сложный процесс, как мы попытались из разных существующих до 16 баз разных данных привести эту беденную платформу, мигрировать информацию таким образом, чтобы архивист в своей работе не дублировал работу другого управления, чтобы информация, она не только была упорядочена, но она могла использоваться и в процессе ее использования исследователями. Тут я вам кратенько покажу, как у нас это выглядело, а потом мы остановимся к тому, что мы и как это попытались выжить. Это стартовая крошка автоматизированного рабочего места архивиста. Вот эти все 15 баз данных в процессе вот такой миграции, они были объединены в такую общую платформу. Вот здесь есть вещи всем архивистам достаточно известные, я бы не буду останутся, но заострю внимание на таком моменте. В процессе массового сканирования и создания информационной системы архив президента мы делали распознавание не на уровне дел, а на уровне документов. И вот это, что я пытался выделить, приводило к тому, что массовое сканирование на уровне распознавания и внесения информационной базы данных, она сильно стопорилась. Получилось, что мы сканировали очень много, а в момент распознавания и деления того дела на множество документов, из которых она состоит, приводило к тому, что эта оконная работа, она как русская корочка, она стопорилась. Вот это упоминаем архивный окон, который мы также попытались интегрировать и использовать для работы. Таким образом, мы с такими проблемами столкнулись и какие недостатки выявили в процессе того, что попытались использовать типовые решения для создания архивного электронного архива. Это привело, что существовало самое большое множество баз данных, созданные в самой различной платформе электронной компьютерной сети. И не было интерактивных инструментов для того, чтобы с ними работать. Ну, самый элементарный пример, когда исследователь заказывает дело, и мы не видим, он заказал или не заказал. Прошло это дело, обработку, и не было возможности удаленной работы с версией базы данных. Но самый основной момент, на котором мы заостряли внимание, это обеспечение информационной безопасности. Вот эта база данных, которая на базе архивного фонда была создана, мы попытались ее интервьюровать через веб-интерфейс. И когда наши специалисты засекали, получалось, что в течение одной недели, в какой-то момент было 4 тысячи порядка хакерсий, а так, для проекновения указанного. И, как вы знаете, если проекновение, это значит, что мы все документы, которые храним, в том числе часть документов для служебного пользования, могла бы выпасть на всеобщее обозрение. Таким образом, мы поставили перед собой задачу, что необходимо перешлить у них автоматизировать часть работ, которую выполняют архивисты вручную, в самом архиве. Внедрить инструменты удаленной работы с базами данных. Самое распространенное, как мы все знаем, это работа исследователей. Очень много исследователей не имеют возможности приехать в зарубежный архив и поработать, и чтобы у них была возможность удаленного просмотра, удаленного заказа, и через определенный механизм, конечно, верификации, предоставить его возможность поработать с нашими документами. И таким решением в нашем архиве стало создание единой информационно-поисковой системы с возможностями работы документами не только при использовании, но уже и при комплектовании, и связь с источниками комплектования. Вот эта идея создать электронный архив с базой данных, не только в самом архиве, но создать аналогичную базу данных в ведомственном архиве, чтобы ты уже на стадии передачи документов, вот это взаимопонимание, как это происходит по каким-то цепочкам, оно было настолько идентичным, чтобы уже автоматически, скажем в кавычках, и так эти дела могли передаваться на постоянное хранение. На практике мы убедились, что информатизация архива и решение задач по созданию интеллектуального архива, или электронного архива, как сейчас принято называть, не следует воспринимать лишь как инструмент, который нацелен на обречение работы архивиста. При сохранении всей той привычной архивисту деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию документов. Сегодня очевидно, что решение задач по автоматизации архивной работы, внедрения компьютерной технологии в архивную отрасль, влекут за собой пересмотр многих устраившихся представлений, как о самом документе и его носителе, так и о тех методах, как следует работать с ним. Это и представление об автоматизированном рабочем месте архивиста, это и представление о том, какие работы в архиве могут формализованы, в каком трансфере, а какие следует сохранить за архивистом. Это и вопросы о способах и методах исправки за документами и определении степени его ценностей. Возможно ли использование в таких случаях формализованных методов оценки документа, так в частности электронного. Как следствие, отсюда вытекает вопрос о переосмыслении классификации встречных источников. Ведь документы современного периода возникают, функционируют в электронной среде. Логично вытекает вопрос о том, что следует воспринимать за оригинал электронный вариант, поскольку в электронной среде возник документ, либо же его распечатанную версию. Нельзя туда войти стороной и такой момент, как состав источника по современной истории. Часто можно слышать, что документы современного периода истории – это однотипные по форме, структуре, неинтересные с точки зрения уникальности документа. Но при этом, из поля зрения архива, выпадает огромный класс эпистолярных источников по истории современности. Сегодня именно с распространением сетевых компьютерных технологий, жанр переписки электронной становится основным средством информационного обмена. Часто значительный интерес для истории представляет две ресурсы официальных учреждений. Глоб платформы должностных лиц, переписка по мнению актуальных вопросов. К сожалению, этот пласт документарных свидетельств, связанных с деятельностью государственных учреждений, не включается при составлении перечных дел со сроками ухранения в организации. Ввиду этого, в архивы не попадает значительная часть следения исторического характера. Возможно, уже эти вопросы следует иметь в виду при нормативно-правовом регулировании работы архива, подготовке методической литературы. И в этом контексте, от недавков ведущего на нашем постсоветском пространстве научно-методического центра, мы ожидаем заполучить современное знание о том, как должна быть организована архивная работа. Отсутствие в ГАЗ станет такой аналогичной научно-исследовательской структурой, подталкивает нас, в частности, архив президента, к самостоятельной разработке тем научным исследованиям по систематизации и обобщению опыта работы по созданию, внедрению и организации работы электронного архива. Вот здесь я еще взаиму немного в вашем времени по... Разное, ранее, в порядке за 10 лет созданная база данных, мы объединили объединенную информационно-поисковую систему архива президента. И сегодня, сегодня, завтра на тесном доступе доступно по вот этой ссылке. Здесь уже, ну, уже на сегодня порядка 140 тысяч дел с описей, заголовками дел, они прикреплены. И если вы зайдете, вы можете некоторые дела в тесном ближайле, как возможности нашей информационной системы, и представление о том, в каком направлении, куда мы движемся, вы можете рассмотреть. Это старая начальная страница, которая доступна по данной ссылке. На сегодня полностью работает компонент «Читальный залп». Автоматизирована процедура подачи заявлений на выдачу дел. Можно регистрация исследователей полностью. Работает справочный информационный фонд по ссылке. А также мы отправили и ввели для использования путеводителя архива президента. Вот если вы обратите внимание на слайд, вот там напротив строчки, где стоит знак скрепочек, это дело, в которое можно зайти и при исследовании может с ним ознакомиться в режиме онлайн. То есть уже не приходя в архив, конечно, разумеется, его идентификация нужна, он должен зарегистрироваться и так далее. Это скриншоты того, как выглядит реализация данной программы. Вот, к примеру, все на сегодня в PDF и G-TECH формате отскрованные документы у нас вводятся в электронную базу данных. У нас в архиве президента поставлена задача за ближайшие 5 лет отцепровать и ввести в электронную базу данных 160 тысяч дел. Ежегодно мы сканируем и вводим в базу данных порядка 20 тысяч дел. И вот вы можете почитать количество в среднем стране дел, это получится тот огромный объем информации, который мы вводим в электронную базу данных. Спасибо за внимание. Аплодисменты.